Всем привет, с вами AndriVar. Ну что, разрабы нам подсуетили на ближайшие две недели плюс 40% к урону базукам и плюс 40% к хп горам. Поэтому я просто был обязан поиграть данной связкой. У меня тут буквально парочка статуй запылены, но это потому что я ходил на операцию, ну и уже заодно думаю, да, я сниму что-нибудь и попробую данным видом войск поиграть. Как видите, у базук стал урон еще больше, чем стандартный, ну у гор, конечно, до стандартного хп не дотягивает, но тоже стата достаточно неплохая. Все, и вот таким составчиком две лодки гор, шесть лодок базук попробуем повыносить, например, для начала доктора идти, но это минимально, пройдемся для разогрева, чтобы потом уже на карте начинать чистить реальных игроков. А какие ваши любимые войска в Бомбиче? Напишите мне об этом в комментах, гляну, кто там чем любит играть. Сразу, сразу же начну с пятого доктора Ти, потому что первый, второй, третий, четвертый не имеет смысла показывать, там первые несколько докторов Ти сносятся канонерки на моем левеле. Ну а там третий, четвертый, ну они тоже, ну достаточно простые, но не имеет смысла показывать, мне уже с запыленными статуями, с усиленными аборигенами. Ну, ну четвертого доктора Ти или третьего показывать, ну это смешно. Поэтому будем сразу начинать с пятого, шестого, седьмого, а потом пойдем дальше по игрокам А вообще, зачем я буду чистить карту? Я буду собирать на последний левел моего булита То есть у меня сейчас булит седьмого левела, ну беру я брик, это конечно к такой связочке Но у меня сейчас седьмой левел булита, дальше я его покажу вам И буду собирать на восьмой левел, чтобы поставить на максимальный левел булита И уже, ну блин, восьмым, и уже восьмым левелом можно будет вообще красоту творить Так, здесь я немножечко, немножечко без фитиля так начал зачищать все Потом пожалел, подумал, что зачем я все это делаю, надо было сразу идти в штаб, вообще не мучиться И быстрее бы вынес, чем это все зачищать Из-за этого я потерял буквально пару базук, но мог бы вообще без потерь Если бы сразу просто в штаб кинул бы критера, отвлек бы и все Но, но пара базук тоже, давайте их быстро восстановим за алмазы У меня пока алмазы есть, смотрели же мой видос по поводу того, что мне сливают алмазики бесплатные Уже полторы тысячи, буквально тут прошло несколько дней, еще плюс пятьсот мне алмазиков Чувак огромное ему спасибо подарил, потому что разрабы мне ничего не дарят Ну а хотя бы таким образом немножко их набывать, ну, сам бог велел Повезло, так повезло Так, шестой доктор Т, пятого видели, прошли, две базуки потерял, минимально, но потерял Сейчас будем проходить шестого доктора Т В основном я, в принципе, вы, думаю, видели мои видосы, в основном я играю Торами То есть мне больше Торами нравится быстро, оперативно, все вынес и все И как бы в основном-то или потери есть, или очень минимальные Поэтому я данной связкой особо не играю, может из-за этого и такие выливаются Минимальные, но потери Играл бы я этой связочкой постоянно, возможно было бы чуть полегче, возможно было бы чуть покрасивее Но почему мне данная связка не особо нравится, потому что если, не дай бог, вы косичнули Час вашего времени, все, на восстановление базу Но это очень долго, иногда я просто даже забываю, что у меня запылены статуи И там какие-то даже пару шедевров запылены Я даже про них забываю и все, и уже как бы профукал все А Торами такого нету, Торами 20 минут и все, и они восстановились, очень быстро Так, что мы по шестому Доктору Ти видим? Я уже вижу, что ни одной базуки не потерял Пока болтал, все отлично сделал, провел идеальную атаку Шедевр, и забрал шестого Доктора Ти Так, остается седьмой Доктор Ти и переключимся на карту с реальными игроками Я уже пять мультов насобирал, так что осталось немножечко Так, шестой, нет, какой шестой Седьмой Доктор Ти достаточно сложный Я думал, 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 куда же здесь мне пойти, где стать Но так ничего и не придумал, поэтому просто пойду вот к самому ближайшему месту Это вот где стоят две эти мортирки, там их расчищу Стану там, ну, неудобное расположение, потому что с двух сторон меня будут бить Но другого, в принципе, я не нашел Можно было бы обходить по левой стороне, сзади заходить, пытаться расчистить Можно было бы по правой стороне расчистить и заходить Но это как-то не камильфо, лучше сразу в штаб И все Так, в данном случае, конечно же, надо и расчистить от мин Потому что горы не все соберут с собой А базуки лучше минки не собирать Так, и теперь начинаем аккуратную высадку Почему я в данном ролике сказал, что в основном буду брать брика Потому что к такой связочке бриг отлично заходит Эверспарк не очень, каван вообще ни о чем Булита можно было Можно было бы, конечно, брать булита Но булит тоже сомнительное такое удовольствие Им надо управлять классно Им надо очень классно управлять, чтобы не терять своих базук Потому что, если, не дай бог, он станет в середине между базуками И вызовет свой агр на себя То есть, ну, первую способность вызов сделает И вызовет весь урон на себя Всю вообще мощь всех защитных сооружений на себя То, боюсь, базукам будет не сладко Поэтому надо аккуратно с булитом А с бриком отлично Он стоит где-то в середине базук Включает свою способность Сейчас анимация достаточно симпатичная И с помощью этой способности базуки бьют на 50% быстрее Это ого-го У меня просто способность вкачана на последний левел На пятый левел брика И бьют базуки гораздо быстрее и гораздо сильнее Так, что это у нас? Седьмой Доктор Ти был пройден 23 базуки потерял Ну, будем до победного конца Пока я всех базук вместе с горами не потеряю Буду ходить на всех противников Пусть они по чуть-чуть восстанавливаются Но буду подряд противника за противника выносить И пока все не сдохнут Так, давайте я вам покажу Что у меня седьмой левел И мне осталось вообще грамули Миллион триста девятнадцать До того, чтобы апнуть героя на последний, на восьмой левел Так, ну что, давайте пробежимся немножечко по игрокам Ну вот первый мой противник Шестьдесят пятый левел То есть максимально все прокачано Попробуем зайти базуками сзади Именно вот на час примерно На час-два Стать базуками Стать горами И уничтожить этого противника В данном случае Немножко по-другому должен мозг работать Чем как вы бегаете торами То есть, когда я бегаю торами Например, я зеленых мин особо не чищу Главное, чтобы не было красных Ну, то есть, если куча зеленых Конечно, тоже их надо почистить Но когда вы играете базуками То надо по-другому мыслить Если вы играете горзуками Еще надо по-другому мыслить Потому что в данном случае Я не зачищаю от зеленых мин Хотя они очень опасны для базук Но я их не расчищаю Потому что я знаю, что мои горы Обгонят базук И сами собой начнут зачищать эти мины То есть, сами собой Ну, давайте сейчас посмотрим Как это будет происходить Да, здесь вот, ну, немножко Пару базук все-таки зацепят Очень большой рейндж у минок Но это буквально пара базук А мне зато не пришлось Стратить кучу обстрелов Кучу канонерки Кучу бомб На то, чтобы расчистить Вот все вот это пространство От минок Так, довели Аккуратненько стали Теперь перебрасываю фитиль Чуть сзади Чтоб базуки стали сзади Потом перебрасываем фитиль на штаб Горы становятся впереди И все И они зачищают От... От кого они зачищают? Ё-моё-то Не зашокал огнемет У меня просто не хватило заряда Я потом это понял Что у меня не хватило заряда Чтобы зашокать огнемет И он очень много пожег Моих базук Самое главное Нам надо насобирать на буллит Сколько я буду терять Вообще не имеет значения Самое главное Насобирать на буллит И до победного конца Как я и сказал Пока все не сдохнут Пока все горы И базуки не сдохнут Так, давайте нападем На следующего противника Так, вот такой 64-й левел Ну, не максимальный Но почти Так, ну что Погнали В данном случае Я пойду уже по левой стороне Буду становиться Где-то на сколько это На 7 часов На 7-8 часов Сюда буду становиться Сразу уничтожу пулеметик Потому что на его место Буду становиться На место этого пулемета Чтоб мне не получилось Как с огнеметом Что я стану возле него Базуки его окружат И он посечет Моих всех базук Высадка снова по дыму Здесь из-за того Что снайперки Ракетные установки Все достают до берега Обязательно надо высаживать Базук по дыму Но буквально Два дыма на базуке Плюс еще один третий дым На то, чтобы высадить героя Вместе с горами И все С помощью этих трех дымов Отлично идет высадка Меня никто не заметил Ракетные установки Не начали заряжаться И дальше уже Бежим моими Войсками К самому штабу Здесь подбрасывают Два дыма Возможно Можно было бы и один Но лучше два Для надежности Так, так, так Ох, меня увидели Так, аптечечка И сейчас Начинаем выносить Так, сейчас самое главное Быстренько шоки Чтобы гор Два дыма Два дыма А благодаря По-моему, что там А, заморозочки Ну и мины Конечно, мины я вообще не качал Так, сейчас 62 противник Вообще легкотня По сравнению с теми 65 Вообще легкотня Но у меня уже гораздо меньше базук Гораздо меньше гор Но мы же помним Что у меня статуи запылены Обелиски запылены Поэтому урона у меня В принципе должно хватать Чтобы выносить Этот штаб Без проблем Плюс здесь Как видите Нету вообще Синечки Так что 180 хп Базуки Даже вот те несчастные Пару базук Которые у меня остались Они должны справиться С этой задачей Плюс расстановка Скажем так Не очень Сильная Не очень сложная Самое главное Зайти вот на этот час Аккуратненько встать И бросить Два шока Все Два шока Плюс критер И Изи 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 Да, как я и говорил Все отлично получилось По-моему, я здесь Никого даже не потерял Я успел бросить шоки Сейчас посмотрим Что же по потерям А нет Все таки Одну базуку Какая-то собака убила Ну ладно Одна базука По сравнению с тем Что я терял по 24 Вообще ни о чем Так Сейчас давайте посмотрим Сколько же мне там Осталось Насобирать на Буллита На максимального левела Сколько же там Может уже хватает Нет Чуть-чуть не хватает А, 86 Вообще 86 Мне осталось Просто напасть На любого противника Снести его И я ставлю Буллита На последний На максимальный На 8 левел Ну наконец-то Я уже дождался Этого звездного часа Когда Буллита У меня станет Супер-мега-крутым Додыши Опа Я вот когда нападал На этого противника Понял, что Когда я смотрел На Буллита Я назад не поменял На Брика И у меня Буллит остался героем С тем С которым я пошел Но уже отменять Не хотелось Уже Все шло в один повтор Уже Все шло В одну атаку Не хотелось отменять Не хотелось Портить Проигрыш Не хотелось Портить отступление Поэтому я пошел Вместе с этим Буллитом И сейчас мы посмотрим Как же Буллит Заходит вместе с горами Вместе с базуками И Возможно ли вообще Такая связочка Так Снова высадка Как всегда Под дымом Потому что Ракетные установки Достают до берега Плюс здесь Они под усилком А это Буквально один залп И базук нету Просто нету всех базук Так смотрите Фитиль я бросил Именно В самый конец Ближе к радару А все почему Потому что Горы плюс Буллит Они будут подходить Ближе к штабу Если бы я бросил Ближе к пушке бум Всех То буллит И вместе с базуками Вместе с горами Стояли в принципе На одной линии А так как я бросил Фитиль ближе к радару Базуки остались на месте А горы вместе с буллитом Начали подходить Ближе к штабу Это профит Вот так и надо поступать Потому что Если бы они все стояли Все вместе Ну базук бы вообще Все по сиклитам А так Отвлекали на себя Горы Отвлекал на себя буллит А базуки безнаказанно били Там конечно Мортирка один раз По ним стрельнула Немножечко все таки снесла Но если бы они стояли Все в кучке Если бы я их Фитилем отправил Всех вместе Потери бы гораздо Были больше Так ну что Сейчас мы насобирали На максимального На восьмого левела Буллита Ставим его Но как я и говорил Надо же слить до конца Надо слить Все мои войска По максимуму Поэтому давайте Нападем еще на Какого-нибудь противника И попробуем Добить все мои войска То есть я конечно Специально сливаться не буду Буду аккуратненько играть Но все равно Их надо все слить Противник 64 левела Здесь есть синечка Здесь есть щит И здесь есть прототип Три прототипа Так что все Так что все Достаточно неплохо Но база Растянута По всей карте И поэтому Поэтому моим Базукам Моим горам Моему булиту В данном случае Я снова буду брать буллита Мне понравилось им играть Достаточно Легко пройти В самый тыл базы И там уже все Расчистить Смотрите Уже базук Просто не осталось В этих лодках По несколько штук Выходит Уже нету Даже близко Полных лодок Хотя такие базы Блин даже Наверное Один бы булит Брал в соло Так Ведем их на самый верх Сразу ведем их С щиту Потому что Если таким количеством Базук Попытаться сразу Бить в штаб Под щитом Ну это Было бы печально Это печально А так Сразу уничтожим щит Плюс немножко Набьем заряда На вот этих складах Плюс там пушка Бум Ну и короче Немножко расчистим Плюс там вот есть Шоковая установочка В кустах Все это расчистим И потом уже пойдем В штаб Так 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 Немножечко Видите Ракетная установка И так Моих Несчастных базук Посекла Уже их вообще Не осталось Практически Но Давайте так Подбрасываю Шок буквально Один И все Мои базуки Начинают Расчищаться Щит Защитные установки Пушки Бум Склады Все это Начинают расчищать Плюс набивают Мне заряда Для канонерки Так Начинаю Теперь по чуть-чуть Использовать способность Булита Чтоб стреляли не по горам А по нему Так 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 Ракетная установка Плюс Надо шоковую установку Чтоб мы Блин Эти Мои базуки Снесли Потому что Ну Она в принципе Стреляет по герою Потому что Он ее агрит Так что Все неплохо Получается Я думал Что этот противник Будет достаточно Сложным Но оказалось Что он Ну Очень Простой Вот эта Расстановка Такая Растянутая По всей карте Оказалась Достаточно Простая Хотя Все горы Погибли Да Все горы Погибли Но Булит Вообще Идеально Держит урон А базуки За его спиной Точно так же Идеально Выносят Эту базу Терри все таки Есть 5 гор 14 базук Есть Но Сейчас Давайте Все таки Добьем Еще На какого Нибудь Наводем Противника И добьем Все таки До максимума Уничтожим Всех Моих Базук А Еще Две горы Восстановились Пока я тут Болтал Еще Две горы Успели Восстановиться Но Это фигня Сейчас Попробуем Зайти Будет сюда Стать Где-то На 7 На 5 часов Вместо Огнемета Снова Сбулитом Снова Аккуратненько Поведем И попробуем Забрать Этого Противника Посмотрим Получится Или нет Так Мортирку Тоже уберу Чтобы ее Не шокать Лишний раз Останется Бросить шок Вниз Ну и туда Куда-нибудь Наверх Плюс Герой Конечно же Будет на себя Отвлекаться С помощью Его способности С помощью Вызова Так Сношу Шоковую Мину Это потому Что Булит Будет Идти Первее Всех И нарвется На нее А он Должен Расчистить От зеленых Минок Красную Тоже Не уничтожаю Потому что Булит Снесет ее С собой Так 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 Ну и Перебрасываю Фитиль Как видите За ракетную Установку Пусть там Все собираются Что я говорил Булит Бежит Самым Первым Сносит Одну Минку Сейчас Сносит Эти Зеленые Там еще За ракетной Установкой Тоже Две Спрятаны Мины Аккуратненько Так Спрятаны Но Булит Их Сейчас С собой Повзрывает Я надеюсь Повзрывает Ну Давай Еще Одна Ладно Короче Одна Мина Не страшна Базукам Сейчас Перебрасываю Фитиль Как видите Снова Вниз Чтобы Булит Вместе С горами Зашел Именно Поближе К штабу А базуки Остались На месте Там Где Сейчас Находится Фитиль Так Теперь На штаб Включаю Способность Героя Бросаю Шок На ракетную Установку Плюс Еще Один Шок И критери Туда Шок В установку Вместе С роковой Пушкой И Вот Тут Я теряю Все войска Почему Потому что Блин Закончила Способность Вызова У Булита И Все И ракетная Становка Плюс Пулеметики Начали Стрелять По базукам Блин Да Чуть Чуть Не подрасчитал Что Не хватило Просто Просто Не хватило Буквально Двух Секунд Способности Героя Чтобы Я забрал Этого Противника Это Фиаско Братан Ну Как бы Я хотел Всех Потерять Я Всех Потерял Ставлю Уже На Восстановление Тора Потому что Это Мои Любимые Войска У меня Осталось Буквально Несколько Противников Притом Два Из Них Это Эксперты Один Из Них Это Стоягер Возможно Неправильно Читаю Если Вдруг Меня Смотрит Что Нибудь Лайк Не напиши Чтобы Я знал Что Вообще Есть Такой Ты Живой А Второй Эксперт Это Джонни Ну Мне Кажется Он Какой То Неживой Потому что Я Пару Раз Ему Сливал Уже Он Что Не Благодарил Нигде Ничего Не Делал Плюс Прототипы Не Ставит И Две Синьки Насобирал Буквально За Короткое Время На Булита На Последний На Восьмой Левел Плюс Затестировал 40% К ХП И К Урону Базук Хотя Базук Мне Кажется И так Очень Большой Урон Ну А С вами Был Андрей Вар Не Забывайте Подписываться На Канал Ставить Лайки Всем Пока